Почти 10 миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, считают аналитики Энергопром. Рост продемонстрировали 17 из 20 районов страны. Снижение отмечено в Карагандинской, Мангистаусской и Атыраусской областях. При этом, несмотря на бум жилищного строительства, проблемы водорослей остаются достаточно острыми. Так, многие застройщики строят объекты в обход действующего законодательства, из-за чего уже пострадали тысячи граждан. Эксперты советуют покупать квартиры только у компании, имеющие гарантию единого оператора жилищного строительства, в случае чего проблемный дом будет достраивать именно он. Правда, механизм завершения остается неопределенным. На сфере культуры, искусства и спорта Кыргызстана выделена рекордная сумма – свыше полумиллиарда суммов. Об этом сообщил глава Кабинета министров страны Акалбек Жапаров. Он провел совещание с руководством и подведомственными структурами Министерства культуры, спорта и молодежной политики Кыргызстана. Он отметил, что выделенные 637,5 миллионов суммов будут направлены на сохранение развития историко-культурного наследия, развитие профессионального искусства, укрепления кадрового потенциала материально-технической базы Организации культуры и искусства. Добавим, что в апреле прошлого года зарплаты работников культуры были увеличены на 100%. В следующем году власти планируют их пересмотреть вновь. Совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами Белоруссии и Экваториальной Гвинеи прошла в Минске. Упор в сотрудничестве на здравоохранение, продовольственную безопасность и взаимные поставки. Беларусь готова продавать африканским партнерам сельскохозяйственную, газовую, пассажирскую и спецтехнику. Она поможет Экваториальной Гвинеи наладить собственное сельское хозяйство. А минские специалисты готовы обучить африканских коллег в планах и торговле продуктами питания. Их гости из Африки уже оценили. Минск же намерен закупать какао-бобы и фрукты. Экваториальная Гвинея богата запасами бокситов, нефти, газа, золота и алмазов. Беларусь поможет партнерам в добыче полезных ископаемых. Об этом президенты двух стран договорились в сентябре 2023 года. Тогда глава Африканской республики впервые в истории посетил Минск. Александр Лукашенко предложил не только торговать, но и создавать товары вместе. Для Минска Экваториальная Гвинея – это ворота на африканский континент. Страна станет логистическим центром продвижения белорусской продукции в 54 государств. Все они входят в межконтинентальную африканскую зону свободной торговли. Беларусь будет развивать сотрудничество со всеми странами Африки. Александр Лукашенко видит в этом большой потенциал. Так, в этом году он с государственным визитом посетил Зимбабве. Тогда экономический эффект от этого составил 200 миллионов долларов. Договорились о поставках белорусских тракторов, самосвалов, пожарных машин, удобрений и продуктов. Итог работы совместной правительственной комиссии Беларуси и Экваториальной Гвинеи – пакет соглашений двусторонних документов. Сотрудничество будут развивать в разных направлениях – от экономики до социальной и гуманитарной сфер. Суть наших предложений заключается в том, что мы готовы не только продавать вам продукцию, в которой вы нуждаетесь. Мы готовы не только передавать вам технологии, но мы готовы обучить ваших людей работать в условиях этих технологий. И хорошо бы было, если это второе направление, если бы у нас с вами получилось создать такую производственную базу в Экваториальной Гвинеи, которая смогла бы работать хотя бы на соседнее государство. Белый дом ужесточает правила экспорта чипов искусственного интеллекта в Китай. Официальные лица США обеспокоены их потенциальным военным применением и связанными с этими рисками для национальной безопасности. Новые правила вступят в силу через 30 дней. Отметим ранее, ограничения касались чипов, отвечающих определенным критериям, связанным с вычислительной мощностью и коммуникационными возможностями. Сообщается, что правила будут пересматривать по меньшей мере раз в год. Удвоить усилия по охране внешних границ Евросоюза и активнее высылать нелегальных мигрантов, пообещали лидеры Бельгии и Швеции, а также глава Европейской комиссии. Их заявление прозвучало после убийства двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе. Эту атаку власти Бельгии назвали терактом. Нападение произошло 16 октября. Подозреваемого быстро наши ликвидировали. Лидеры Евросоюза также считают необходимым ещё больше ужесточить охрану внешних границ блока. Лидеры С также считают необходимым получить право без проволочек депортировать всех нелегальных мигрантов. «Сейчас таких людей можно только попросить уехать добровольно. Мы должны срочно это изменить. И именно поэтому Европейская комиссия предлагает дать государствам ЕС право принудительно депортировать тех, кто считается угрозой национальной безопасности». Нам необходимо защищать наши европейские границы, о чём мы довольно часто говорили на последних европейских заседаниях. Если мы не защитим общих границ, то не сможем поддерживать свободное передвижение внутри Европы. В случае с этим терактом нельзя проигнорировать, что одной из решающих причин произошедшего стало то, что тот человек появился здесь благодаря нелегальной миграции. И с этим нужно бороться. А справиться мы сможем только в том случае, если будем действовать сообща. «Опекация». Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok